Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, и я рад приветствовать в нашей студии самого известного бизнес-тренера в России, специалиста по лидерству, ораторскому искусству и личностному развитию Радислава Гондопаса. Радислав, добрый день. Да, здравствуйте, Евгений Александров. С меня начинается, что ли, этот проект, получается? Да, да, с вас. Миллионеры начинаются с меня. Мы будем говорить о self-made людях, то есть те, которые начинали с низов и смогли сами... Или даже начинали с верхов, но они все равно как бы сами создают, сами удерживают эти возможности. То есть не просто как накопить деньги, а как стать, получить сознание богатого человека, правильно? Совершенно верно. Отношение к жизни, установки, вот знаете, есть такое слово, оно мне нравится, установка. Есть определенные установки на жизнь, определенные установки на себя в этой жизни, на обстоятельства и так далее. Вот эти установки, они определяют во многом жизнь человека. В школе этому не учат, родители этому это не прививают. По итогу, когда начинаешь разбираться, корреляции между образованием и доходом нет. Корреляции между психодинамикой, темпераментом, знаком зодиака, местом рождения, наследством, наследственностью нет. Но есть и от навыков, которые помогают держать какое-то благосостояние и так далее. Навыки производные от установок. Есть люди, у которых есть такая установка, что, дескать, навыки не нужны, это все шарлатанство, и по большому счету разберемся как-нибудь и так. А есть установка, что образование решает все. С детства сформированная установка. И то, и другое неправда. Такой вопрос. Многие начнут взять каких-нибудь одноклассников условно. По сути, все начинают с одного уровня, но потом кто-то достигает каких-то величин в бизнесе, становится просто богатым человеком, не знаю, по ряду других причин, инвестором каким-нибудь успешным. А кто-то так остается на прежнем уровне, живет в том же самом дворе и не развивается. Вот что отличает успешных людей от неуспешных? Самое забавное, это живет в том же дворе, это ладно. Самое забавное во всем этом, что среди двоечников преуспевающих людей в целом оказывается больше, чем среди отличников. Такая статистика все-таки есть. Такой неприятный вывод. Ты встречаешься с одноклассниками, выясняется, что люди, которые достигали выдающихся успехов в школе, в жизни они достигли успехов довольно умеренных. Ну, вышла замуж, вот там сейчас по ипотеке отбиваемся. Ну, очень средненькие результаты, ничего значительного не сделано. Смотришь двоечник, в школе появлялся редко. Приехал, там машина, семья, поездки, дом. И готов принимать на работу отличников, которые давали им списывать на уроках. И делает это, причем делает, к нему можно обратиться, позвонить, сказать, Игорёня, нет ли у тебя там местечка для меня, я тут такие дела, кризис в стране, сам понимаешь. И Игорёня что-нибудь придумывает по старой дружбе, находит какие-то возможности. Кто-то сказал, кто-то сказал, не помню, кто сказал, жизнь на самом деле простая штука, это мы сложные. Если в этой жизни жить проще, то все получается. Если очень усложнять, то, вот я бы считаю, отличники, они переусложнили свое представление о том, каковы законы жизни, и поэтому они не вписываются в них никакую. У двоечников очень простые представления. У отличника должен все сделать правильно. Прежде чем сделать бизнес, нужно получить высшее образование в области экономики. Это же понятно. То есть предпринимательская деятельность предполагает, что ты самый лучший в своем бизнесе специалист во всех вопросах, которые в бизнесе возникают. Поэтому нужно получить высшее экономическое. Потом нужно пойти и стать бухгалтером года два, наверное, освоить все компьютерные программы, с этим связанные. Потом по маркетингу получить MBA. И тогда ты можешь начинать делать собственный бизнес. К тому времени тебе примерно 42 года, и, в общем, стартовать уже поздно, нет жизненной энергии для старта. Предприниматель, двоечник, так, нужны деньги, где добыть денег, работать не хочется. Значит, надо заставить кого-то работать, и чтобы деньги были мои. Как это сделать, сейчас придумаю. То есть двоечники делегируют какие-то сложные дела, задачи? Они же не трудоголики, они не любят учиться, работать. Если бы они любили работать, они были бы отличниками. Поскольку работать они не любят, они любят развлекаться. Они любят, чтобы у них было свободное время, правильно? И это свободное время проводить как-нибудь интересненько для себя. Для этого им нужно придумать такую модель, при которой у них были бы деньги на то, чтобы так проводить время. И было бы время, чтобы его проводить вот на эти деньги. А для этого, значит, ну как, у мамы больше клянчить не получается. Значит, нужно клянчить у кого-то другого. Клянчить не удается, потому что ты уже взрослый. Значит, нужно кому-то делегировать, чтобы он зарабатывал для тебя. Модель очень простая. А что делать, вот как отличникам, вот первый шаг, который должны сделать в отличнике, которые вот какую-то свою парадигму, такую мышление сделали, что им нужно, не знаю, выучиться, потом расти по карьерной лестнице с самого низа. Как ему-то все в голове, да, поменять. Ну, вы знаете, должен справедливости ради сказать, вовсе не означает, что если у вас ребенок хорошо учится, вы должны тут же ему сказать, а ну-ка, а ну-ка давай бегом казень школу, пропускай занятия, а ну-ка не делай уроки, будешь получать двойки, вон Гондопас сказал, станешь миллионером тогда. А если ты хорошо учишься, ты автоматически попадаешь, значит, в парковщики. Ну, это смешно по меньшей мере. Отнюдь, отнюдь нет, да. Я сказал, нет корреляции ни прямой, ни обратной. То есть нет корреляции между успеваемостью и теми успехами, которые человек достигает. Вот пишет нам один из пользователей, надо оказаться в нужное время, в нужном месте нужным человеком, ну, чтобы стать богатым. Ну, вот мы говорили, что есть установки, которые мешают людям двигаться к успеху, есть установки, которые помогают двигаться к успеху. Поскольку никогда вы не знаете критериев этого места, этого времени и этого состояния, таким образом у вас всегда может оставаться ощущение, что это не то время, не то место, не то состояние. Соответственно, вы ничего не делаете, не становитесь богатым, в конце жизни говорите. Ну, так я просто не оказался в нужном месте, в нужное время, в нужном состоянии. То есть самооправдание такое. Ну, самооправдание, это очень удобная установка. Никогда не будет подходящего времени для того, чтобы начать движение к успеху, никогда не будет в нужном состоянии. Всегда понедельник, первое число, потом как-нибудь и так далее, и так далее. Или, знаете, вера в чудо. Вера в чудо. Я приду на некую вечеринку, там познакомлюсь с каким-то человеком, человек скажет, «Эй, чувак, у меня как раз сейчас вот есть такой проект, не хочешь ли его возглавить и получить миллион долларов?» И ты так, ну, в принципе, сейчас я не готов, с понедельника я свободен. Ну, не бывает так. Ну, это все сказки в реальной жизни, когда коммуницируешь с человеком успешным, ну, богатым, если угодно. История его успеха никогда не начинается со слов «Однажды я случайно встретил человека, и мне предложили миллион». Ну, нельзя же совсем обнулять роль удачи. Ну, совсем нет, но удача идет тем людям, которые действуют. Так сидеть и ждать. Другое дело, принимать это предложение спонтанное или не принимать. Вот, может быть, об этом нужно говорить, а не о том, что спонтанное предложение. Надо принимать решение. Чтобы принимать правильные решения, нужно иметь опыт принятия решения. Чтобы иметь опыт принятия решения, нужно иметь опыт принятия неправильных решений. Когда вы принимаете неправильные решения, потом вы понимаете, что вы, ну, накосячили, как сейчас говорят, и начинаете принимать решения на основе других доводов. И вы становитесь более опытным решателем решений. Резлам, это неправильная установка. А какие правильные установки? Правильные решения сейчас самый подходящий день. Для того, чтобы действовать Сейчас самый подходящий день Мне сейчас плохо, мне сейчас некогда Это входит в понятие Самый лучший день для того, чтобы действовать Не откладывать на потом, не ждать, что Удача придет как-то со стороны Создавай удачу, создавай сам обстоятельства Которые тебе нужны Создавай сам контакты, которых тебе не хватает Я жду, знаете Я играл в рок-группе в свое время, мы два альбома записали На разогреве играли, и грешным делом Мы подумывали о том, чтобы музыка стала нашей профессией Мы так хотели играть на сцене Гастролировать и так далее И мы увидели, что есть две стратегии для любительских групп Одни сидят и ждут, когда чудесный продюсер Как-то войдет сам в помещение Или на ваш гаражный концерт Войдет Игорь Крутой И скажет, какие Талантливые парни, а не хотите ли, чтобы я вас Раскрутил? И эта стратегия Заставляет сидеть в гаражах Условно в гаражах, у нас не в гаражах играют По подвалам сидят тысячи талантливых Музыкантов в ожидании, что сейчас Каким-то чудесным образом придет человек, который Их приведет к богатству Славе и успеху А других ругают, что они слишком наглые И ходят, обивают, и просят А мы гордые, но бедные Совершенно верно Вот это наглость Можно трактовать наглостью Как наглость называть Можно называть слово настойчивость Нужно брать себя в руки И как Барон Мюнхгаузен Вытащился из болота с конем Нужно вытаскивать себя с конем Со своими барабанами, усилками, микрофонами Вытаскивать себя, показываться Выступать, обивать пороги Двигаться, двигаться, двигаться А потом, хоп, чудесная встреча Конечно, в кризис это актуально То, что вы говорите Но а как же просчитывать риски Оценивать курс доллара Делать ставки там на будущее Окупиться, не окупиться Вот я сейчас инвестирую Думаю, пойду прямо сейчас действовать И быстренько вложу куда-нибудь свои деньги А вы думаете, что... Продать квартиру... Значит, я решил стать бизнесменом Я продал квартиру и вложил все деньги В интернет-магазин Люди полгода, значит, мне морочили голову Деньги потрачены Интернет-магазин не сделан Короче, не буду заниматься бизнесом Это не мое Ну, конечно, если вы не просчитываете риски Если вы не в состоянии понять Какие существуют гарантии Да, то понятно, что бизнесом Вы не сможете заниматься При таких условиях Но возникает вопрос А почему именно в этот проект? Почему именно этим людям? Ну, просто потому что... Ну, а как? Даже очень успешные предприниматели Ошибаются, инвестируя Теряют огромные суммы Это нормальная практика Поэтому нельзя все яйца в одну корзину Как говорят Если вы решили стать инвестором, например Венчурным капиталистом То вы должны будете сделать десятки проектов И какие-то из них будут сверхприбыльными Какие-то будут убыточными Какие-то так, 50 на 50 И вы не можете просчитать на 100% Это непросчитываемые вещи Но это и не лотерея, с другой стороны Элемент удачи присутствует Элемент непредсказуемости присутствует Но инвестиционная деятельность Не единственный путь к успеху У нас еще сообщения появились Большие деньги, как и власть Делают совесть человека слепой и глухой Все завоевательные войны Красные революции Крупные теракты Задуманы очень состоятельными господами Ну вот, пожалуйста, еще одна установка То есть богатый человек Априори грешен И, естественно, человек Который так мыслит Не станет богатым человеком Потому что богатые же Ну, когда ищадие ада У них совести нет Сразу, автоматически То есть, представляете Жил себе человек Такой совестливый Прекрасный Духовный И вдруг бац Унаследовал От его дядюшки Например, бензоколонку И тут же его совесть оглохла Ослепла Стал он там кататься на золотом Бентли Людей давить на зебре Ну, то есть, полностью стал Поменять Может ли такое быть? Ни деньги, ни власть Не делают человека хуже и лучше Они просто его Это как усилитель Они усиливают звук его души И он становится просто более заметным Более человеком, дляющим на других людей Более интенсивно И поэтому к нему внимательнее относятся Если живет у вас сосед бедный Ругается матом Женщине дорогу не уступает С ноги дверь в подъезд открывает Это одна история А представляете Подъехал человек на Роллс-Ройсе Вышел с ноги дверь открыл Матом вырвался Вот, богатство сделало его душу Слепой, глухой Посмотрите, как себя ведет безобразно Мы к этим людям относимся С большим вниманием И больше предъявляем им счетов И они поэтому заметнее А если человек бедный Делает то же самое То как бы Ну, он же бедный Что там с него спрос невелик То есть успешный руководитель Лидер не всегда будет жестким А как же тогда заставить Других работать Даже диктатор будет Не обязательно жестким Разве вас кто-то заставляет Жестко сейчас сидеть Со мной разговаривать Я не вижу людей с плетками Которые стали бы за стихом И грозили бы вам Как карабас-барабас кукол Мы же это делаем в радость Я приехал, делаю это в радость У меня дел полно, поверьте Я приехал, я в радость это делаю Меня никто не заставляет Никаких выгод не жду от этого Мне интересно Вам интересно Да, расскажите Я вот все-таки Как представитель отдела экономики Все-таки циферки хочу Ну, такие какие-то рациональные Ну, то есть мы Первая установка Начни сейчас, да? А дальше еще Какая установка? То есть, ну, грубо говоря Вот у всех Установка Успех не грех Успех не грех Я не знаю Эта идея, пожалуй Только в христианстве присутствует И то не во всем Протестантизм, скажем Он богатство ставит В одной из добродетелей А вот наша идея Хотя, конечно Много нерелигиозных людей Слушают Но даже нерелигиозные люди И являются частью культуры Неизбежно И в нашей культуре Укоренилась идея Богатство Есть Есть Зло Богатство У меня с этим все нормально Легче Легче богатому человеку Пройти сквозь угольные ушки Чем попасть в царствие небесное У меня вот есть такой Ну, получается Есть две разных установки Да Есть Ну, грубо говоря Что богатые люди Это те, которые Экономят Каждую копейку Ну, так Есть некий стереотип Да Приводят Уоррена Баффета Приводят Не знаю Ингвара Кампорда Основателя Икеи И так далее А есть другая установка Что богатые, наоборот Они вот сначала Охотно тратят Охотно тратят Чем больше тратят Тем больше зарабатывают Ну, вы знаете Мне кажется Это не связанное явление Доход человека И траты человека Вообще не связаны Я знаю людей Которые не имея дохода Все появившиеся деньги Тратят очень широко Очень лихо Знаете Как будто бы Завтра поток Но при этом больше не зарабатывают И они покупают вещи Для себя неподъемные По деньгам Они покупают машину Которую не в состоянии Потом обслуживать Они же говорят наоборот Я куплю рейнджровер И вот Ну, как бы Деньги потянутся Потому что Я же как бы Привлек себе А есть люди Которые зарабатывают много И я таких знаю В кругу моих знакомых Такие есть Которые выглядят так Как будто зарабатывают мало И нет никакой связи Это просто У человека Есть определенные установки В отношении зарабатывания И есть определенные установки В отношении трат И они не связаны Между собой Как ни парадоксально Человек начинает Зарабатывать больше Но не тратит больше Человек начинает Зарабатывать меньше Но не тратит меньше Потому что Траты и доходы Вообще у него В голове не связаны Ну Кстати Одна из установок Очень важно Хочу об этом сказать Моя дочь вчера Была в одном Да теперь Я уж не знаю Нельзя название называть Может быть Принятая реклама Кидзане Есть такой проект В котором дети Могут попробовать себя В разных профессиях Даже в дошкольные годы И она пошла В этот проект И там 20-30 минут работаешь Получаешь какие-то Денюжки Какие-то такие Условные деньги Которые работают Только в этом проекте Да Не настоящие Там салон красоты И три магазина Можно деньги потратить там Моя дочь естественно Собрала все эти деньги Еще старший брат Отдал ей свои деньги Маша Пошла с этими деньгами В игровой магазин В этом игровом магазине Совершенно реальные Куклы Игры Пластилин Резиночки для волос Все что угодно Она могла купить На деньги Которые она там Заработала В этом проекте Реально заработала И поработать Она всегда В двух местах успела И когда Продавцы взяли ее деньги Говорят Маша Ты можешь купить Пожалуй только вот это Это и это На эти деньги Все остальное Стоит дороже И Маша расстроилась Невероятно Она говорит Мне не нужны резиночки У меня их полно Я не хочу пластилин покупать Я не хочу плавательные принадлежности Я хочу вот эту куклу А эту куклу нет денег Нужна была большая красивая кукла Да И я подумал Ну сейчас вот Маша Ничего не купив А потом ты еще поработаешь Ну там Придем через неделю Например сюда же Накопим И потом купим куклу Она меня не поймет Ребенку нужно сейчас Сейчас я хочу Эту конфету Эту куклу Я не хочу послезавтра И к моему огромному изумлению Маша Сказала Да давай Нельзя прямо так Да давай хорошо Без проблем Она конечно поплакала еще немножко Но в целом Она приняла эти доводы Она сказала Сохрани эти деньги у себя папа Вот Потому что пока она была на проекте Она два раза их потеряла А потом люди догоняли нас Приносили нам деньги Пусть у тебя побудут эти деньги И потом я приду еще по работе И куплю тогда куклу Вот эта способность Отказать себе В моментальном Вот Моментальном наслаждении С тем Чтобы получить потом Большее наслаждение Принцип отложенной выгоды То есть Должен работать В жизни Отложенные выгоды Совершенно верно Это один из ключевых навыков Успешных людей Со сколькими из них Я специально Проводил беседу Чтобы выведать Чем они живут Они способны Откладывать на потом Инвестиционная деятельность Или предпринимательская деятельность Когда ты берешь деньги Честно Заработанные Большим трудом И вкладываешь их во что-то Что без Стопроцентной гарантии Потом выстрелит Это ведь отрываешь От сердца Ты на эти деньги Можешь пойти купить машину Всяких ништяков Набрать Да А ты берешь Продолжаешь жить Так же убого Как жил до этого Зато ты создаешь Нечто Что потом Через 5-10 лет Принесет тебе Какие-то плоды Ведь эта способность Она идет Против природы Природа Толкает нас На моментальное Вознаграждение За работу Так вот А как понять Что выгода Обязательно придет Потом Нет Нет гарантии И гарантии при этом Нет 100% Так вот можно же Руки так опустить Ждешь-ждешь Ждешь-ждешь Никак не получается Не приносит доходы Думаешь Да не мое Это и рукой Открою тебе секрет Если вклад Откладывать по 100 рублей Там все равно Тысяча накопится В любом случае Как в том анекдоте Убил старуху за рубль 100 рублей 100 старуха 100 рублей Да Нет гарантии 100% И это еще один навык Людей успешных Способность действовать Не имея 100% Гарантии успеха Когда вы приходите На работу наниматься Например у вас есть Трудовой контракт В котором сказано Сколько вы получите А сколько вы получите В случае если вы заболеете Сколько вы получите Если вы с той жизнью проработаете Уйдете на пенсию Вы гарантированно Получите свое А если вы не получите Вы пойдете в суд И работодатель конечно Потеряет еще в разы больше Но когда вы вкладываете Деньги в собственный Бизнес-проект Вы не можете Потом Как эти валютные Ипотечники Да мы по ходу Лоханули Но поэтому Государство Верни нам деньги Потому что Мы ошиблись В своих Ответь инвестиция Взять кредит Более выгодный Это тоже такая Инвестиция наоборот Можно взять такой кредит Можно такой Ты выбрал такой Прогадал Ты вложил деньги Но ни один предприниматель Не пришел К дому правительства И не сказал Я вложил валюту Вот в такой проект Он не выстрелил Потому что Кризис наступил Поэтому верните Мне вложенные деньги Никому в ум не придет Потому что предпринимательское мышление Предполагает Что ты полностью несешь Ответственность за свои решения Сам принимаешь на себя Все риски То есть Наемная работа Это некая такая Зона комфорта Ну не назвать Зона комфорта Конечно Прямо скажем Среди людей Которые работают в найме Огромное количество Людей Прекрасных Талантливых Подготовленных Рискующих И зарабатывающих Огромные Между прочим Деньги Вы знаете Люди Если ты занимаешься бизнесом Это не факт Что ты будешь богаче Успешного менеджера Успешные менеджеры Зарабатывают такие деньги Что не всякие предприниматели Смотря в какой компании Смотря в какой уровень Ответственности Принимаемых решений И эти менеджеры Совершенно не собираются Уходить в свой бизнес Там нет для них Никаких выгод Они хотят Чтобы вот эти вещи Были в их жизни Прогарантированы И тогда они могут Спокойно работать А как переступить Эту Часто во всех Тренинговых Проектах В коучингах И так далее Есть такое Уже расхожее выражение Выйти из зоны комфорта Вот как заставить себя И как понять Что ты находишься Ну в некой Не знаю Рецессии Да такой Если крупными Экономическими терминами Выражаться Ну в застое Нет развития Нет развития Ну я думаю Вам не сложно будет Это понять Когда в течение Трех лет Например Все обстоятельства Вашей жизни Повторяются По замкнутому кругу И тогда надо Что-то менять Да Некоторые такие О все круто Значит жену менять Что менять то еще можно Зона комфорта Это когда сложился Уклад жизни В котором все вас устраивает Все стало привычным Ничто не вызывает напряжение Ничто не вызывает Не бывает сюрпризов Так с одной стороны Хорошо наверное Это конечно хорошо Это конечно Лежишь на диване Совершенно не нужно Выходить из зоны комфорта Просто потому что Нужно выйти из зоны комфорта Любые осознанные Или неосознанные изменения В жизни Заставляют вас Чувствовать Дискомфорт И откровенно говоря Я служил в армии два года И казалось бы Армия это Некомфортное состояние Все мы мечтали о дембеле И все мы мечтали Как мы будем жить Когда вернемся на дембеле Братцы вы не поверите Первые две недели на дембеле Мне было очень некомфортно Все было так непривычно Так необычно Никто с троем не ходит Едят люди не по расписанию Никто не одевается за 40 секунд А можно одеваться 40 минут И уже давай выйдем наконец Из дома И этого не происходит Можно не побриться Тебе ничего за это не будет То есть очень много Непривычных вещей Возникло в моей жизни Но несомненно Это было изменение к лучшему То есть после армии жить на гражданке Как говорят Было намного лучше И любые изменения воспринимаются Любые изменения воспринимаются Как некомфортно И поэтому люди не хотят менять Бояться Не то чтобы бояться Там нет страха Просто никто не хочет жить Каждый день испытывая стресс Но это нужно Для успеха Для изменений нужно А изменения Путь к успеху Это путь изменений И поэтому человек Который к успеху движется Постоянно наращивая Ну не знаю Там финансовые показатели Своей жизни Да не обязательно финансовые Знаете Многие успешные люди Не думают о деньгах Вот так круглосуточно Деньги Сколько у меня стало денег Больше ли я заработал денег Как какой-нибудь там Скупой рыцарь Не чахнут они над этим Не скопидомы Это путь дискомфорта У тебя каждый день Что-нибудь меняется Какие-то новые решения Нужно принимать Нужно о чем-то заботиться Нужно там Ну и так далее Поэтому человек выбирает Себе жизнь по плечу Готов ты жить в стрессе Окей Не готов Ну что ж У нас есть два вопроса Вот нашего слушателя Первый вопрос Перспективные рынки На ваш взгляд Для ведения бизнеса Вот вообще не по адресу тема Я боюсь Что я такой Как сказать Алхимик Я сижу в своей лаборатории Интеллектуальной И мало способен К анализу рынков Да Тогда Так как понятно Что за полчаса Мы вряд ли что-то Могли так Глубоко Копнуть У нас осталось Чуть больше минуты На ваш взгляд Вот какие Лучшие книги Могли бы посоветовать По По лидерским качествам Что-нибудь Может быть Видео можно посмотреть В ютубе Первое Нужно Нужно знакомиться с людьми Нужно встречаться Нужно участвовать В мероприятиях В которых вы можете Получить контент Из Первых рук Поэтому Тренинги Семинары Конференции Синерджи Инсайт Форум Будет через 2 недели В Москве Пропустить такое событие Нельзя Если вы занимаетесь бизнесом Или перед вами стоят Актуальные проблемы Саморазвития Это туда Приезжают наши Западные коллеги Послушайте их Соотнеситесь с тем Что вы думаете Чувствуете Ну Тренинги Семинары Это понятно Я в этой сфере работаю И мне кажется Это лучший способ Быстрой трансформации Системы установок Поэтому я И провожу их И поэтому сам на них хожу Сам участвую Спасибо большое У нас конечно Куча вопросов осталось Но я думаю Да приглашайте еще Да Мы наберем Кворум вопросов От наших слушателей Обязательно Спасибо большое Радислав Гондопас Один из самых известных Тренеров Бизнес-тренеров Благодаря вам Теперь самый известный Уж точно Спасибо Спасибо Благодаря вам Благодаря вам